Доброго времени суток всем хорошим людям! Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей мастерской в гараже. Приехала ко мне посылочка. Маленький шуруповерт. Ну, как-то вот не было у меня до сих пор маленького шуруповерта. Наконец-то сподобился. Заказал. И вот такая вот аккумуляторная цепная мини-пила. Рокодил Катер Про. На нее сегодня и будет обзорчик. Но перед тем, как делать обзор, сделаю я небольшое лирическое отступление. Взгляд на многие вещи у людей, у которых есть там свой клочок земли, и они на нем хоть как-то хозяйствуют, сильно отличается от взгляда на некоторые вещи у людей, у которых этого клочка земли, собственно, и нет. Скажем так, когда у меня не было дома участка, то я на газон, на траву, на одуванчике смотрел немного по-другому, нежели сейчас. Ну, а у меня участок 25 соток. Довольно большую площадь занимает сад. А сейчас осень. И, в общем-то, я что делаю? Подрезаю деревья и грибу листья вовсю. Благо, дело, сейчас разных аппаратов появилось, которые облегчают труд. Неимоверное количество. Поэтому, ну, скажем так, работать и легко, и в каком-то смысле приятно. В общем, для этих целей заказал я вот такую вот мини-пилу. Большая цепная пила у меня есть, и не одна, и аккумуляторная есть, и электрическая есть. Но, в общем-то, если лазить по деревьям, у меня высокие деревья есть, то, как бы, с эту пилу с собой тягать не сильно удобно. В общем, присматривался я к пиле такого типа, но на многие дешевые китайские пилы были, скажем так, не очень хорошие отзывы. На эту пилу были отзывы получше. Опять же, видите, 5 лет гарантии. Там, может быть, о чем-то и говорит. Ну, поэтому вот заказал вот этот Рокодил Катер ПРО. Ну, я ее уже открывал, жужжал и зарядил, между прочим, полностью. Но вот сейчас на камеру открою еще раз. Значит, ну, уже понятно, что идет пластиковый вот такой вот чемоданчик. Что в комплекте? В комплекте идет, значит, руководство по эксплуатации, очки защитные. Этот мешочек я отложу, сейчас расскажу про него подробнее. Собственно, сама пила. Зарядная. Вот такого вот плана. И два аккумулятора на 2 Ампер часа. Вот так вот выглядят вот эти вот аккумуляторы. Есть тут индикатор заряда. Начну с очков. Очки хорошие и правильные. В каком смысле? А в том смысле, что я сам очкарик, и мне защитные очки надо надевать поверх моих очков для зрения. Далеко не каждые очки можно надеть поверх основных очков, скажем так. Вот эти вот спокойно надеваются. Опять же, в дужках есть дырочки. Можно сюда продеть веревочку. И когда не надо, эти очки могут висеть на шее. Достал я из мешочка принадлежности, значит, что идет в комплекте. Идет запасная цепь. Вот такого вот размера написан он на пакетике. Вторая цепь установлена уже на пиле. Идет вот такая вот щеточка-кисточка для чистки цепи. Напильник для заточки цепи. Идет небольшая баночка с маслом для смазки цепи. Потом идет вот такой вот колпачок для того, чтобы было удобнее залить. И вот это вот идет запасной колпачок на бачок у пилы. То есть вот один колпачок установлен уже сразу на бачке для масла у пилы. И если вы его вдруг потеряете, то у вас есть запасной колпачок. Вот у этого колпачка масленки есть крышечка. То есть все довольно продумано. Для замены цепи надо открутить вот эту вот гайку. Для этого никакой инструмент не нужен. Есть вот такой вот флажок. Ну и снять защитную крышечку. Натяжение цепи тут автоматическое. Установлена пружинка. Вот видно. То есть все тут происходит автоматом. Есть защита от случайного пуска. Отвечает за нее вот эта вот кнопка. Она имеет три положения. Средние. И тогда вот эта вот кнопка не нажимается. Ну можно щелкнуть в эту сторону. Тогда кнопка нажмется. Либо в эту. Ну как на шуруповертах. Там реверс и прямое направление. Но тут это в принципе просто кнопочка для фиксации. Что удобно. В плане того, что если лезть вот с этим аппаратом на дерево, то лучше пускай все будет зафиксировано. И опять же лучше, когда вот не просто крок свободен, открыт. А есть вот эта вот защитная, скажем так, штука. Вот таким вот образом, когда зафиксирована кнопка пуска, есть вот эта вот защита. Ты ползешь там по веткам, то как бы запустить пилу случайно. Будет практически невозможно. Ну что, остается проверить пилу в деле. Для этого установлю аккумулятор. И надо еще смазать цепь. Смазка тут полуавтоматическая. Осуществляется при помощи вот этой вот кнопочки. То есть надо нажать на нее и включить пилу на холостом ходу. Я не вижу большого смысла лазить по деревьям с камерой и пилой, чтобы показать, как пилит ветки. Ну вот у меня есть обрезок. Это еще и дуб. Между прочим, тут где-то 40 миллиметров на 30. И в общем-то, хотя пила может пилить и большие, скажем так, заготовки. Написано там 75 на 75 в характеристиках. Но характеристики я добавлю вот в описании к этому видео. Кому любопытно, можно почитать. Тем более, что тут бесщеточный мотор. То есть с мощностью все более-менее хорошо. Опять же, можно поставить более мощный аккумулятор. Про это чуть попозже. Ну что, пилим. Пилит как по маслу, а чтобы ей-то и не пилить. 700 ватт, бесщеточный двигатель и новая цепь. Ну что, тесты на природе. По паспорту она должна резать 120 резов. Бруса 50 на 50 на одном аккумуляторе. Но очень похоже на правду. Потому что я у себя все, что надо, поделал. И это было на одном аккумуляторе. Как бы, ну а у меня вообще получается в комплекте вот этих вот два, да. Ну и в общем-то, есть еще у меня 6 запасных, которые к этой пиле подходят. Взвешу пилу в снаряженном состоянии. Но она довольно легкая. Ну вот килограмм 488 грамм. То есть, ну тащить ее будет не обременительно. Надо только правильную лямочку придумать. И все. Пила огонь. Но есть еще бонус для макитоводов. Значит, бонус какой? Бонус довольно простой. К этой пиле подходят вот такого плана аккумуляторы от макиты. Вставляем. Защелкивается как родной. Все хорошо. И запускаем. Понятненько, да? В обратную сторону это не совсем так из коробки. Как делать не из коробки я не буду вам рассказывать. Кому надо, тот найдет. Есть у меня вот такой вот макитовский фонарик. Очень, кстати, удобный. И что? И вот от этих аккумуляторов он у меня завелся. Вот шуруповерт у меня не завелся. Но, в принципе, мне вот эти вот маленькие аккумуляторы, наверное, на шуруповерт не сильно нужны. А вот то, что сюда можно поставить макитовский аккумулятор, Ну, это если уже много обрезать и там надо. Ну, короче говоря, вы понимаете меня. Прятать я эту пилу далеко не буду. Пойду работать. Правда, погода, конечно, оставляет желать лучшего. Скажем так, холодно и пасмурно. Но, в общем-то, что нам? Нам это и не помеха. Ссылки оставлю все в описании к этому видео. На этом у меня на сегодня все. Спасибо за просмотр. До свидания. Продолжение следует...